всем привет меня зовут серёга литовец и мы как всегда на канале мошенники звонят по телефону обязательно после просмотра ставим лайки дизлайки пишем комментарии если конечно вы не полянеца иванов или похожая нечистая сила всем приятного просмотра теоретически да практически я не знаю потому что мне об этом ничего не известно поэтому ну мне бы как минимум не если бы вы мне объяснили я была бы вам очень благодарна конечно конечно вы что старший финансовый эксперт это же это же классно нет я ничего не поняла там выскочила реклама я так посмотрела но пейпалом скажу так я часто пользуюсь и для себя и там на фирме у меня есть пейпал и поэтому как бы мне об этом ничего не известно но я бы с удовольствием если есть возможность сотрудничать еще больше скажем так еще глубже с пейпалом то я бы это сказал как это можно заработать изначально вы мне подскажите по регламенту компании сколько вам полных лет и гражданство какой страны вы имеете сколько полных лет так а сколько вам полных лет ну скажем вам нужно 18 или 21 но алкоголь не продают хорошо так то есть вам больше 18 вы не хотите озвучивать свой возраст ну не очень конечно дело в том что это требует регламентам я понимаю но вы общаетесь не с мужчиной это как менюм поэтому между нами девочками я думаю что в этом ничего страшного не будет но опять же я это узнаю не просто так это необходимо по регламенту компании 27 замечательно но вы младше меня я вам так скажу мне будет я не знаю вам хорошо поздравлять вас или сожалеть себе я не знаю пока сожалеть себе точно не нужно хорошо а гражданство какой страны вы имеете? Нидерланды Нидерланды хорошо ну вы очень хорошо говорите на русском а сами вы откуда? я из Польши но у меня муж русскоговорящий и он настаивает чтобы наши дети говорили по нидерландски говорите? да поэтому я была вынуждена освоить этот язык но на самом то деле вам скажу что вы говорите даже без акцента практически поэтому я удивилась не знаю всем не говорят с акцентом но я как бы стараюсь я до сих пор учусь поэтому ну ладно есть как есть как бы лучше не могу быть чем я есть ну это замечательно хорошо а опыт вообще в сфере инвестиций у вас есть? нет а при чем тут инвестиции PayPal смотрите вы проходили регистрации по проекту PayPal то есть мы зарабатываем на активах PayPal что это такое? это монета PayPal и соответственно криптовалюта если мы относим к криптовалюте и это соответственно акции компании PayPal то есть нашей основной задачей является следующее купить дешевле продать дороже на разницу в цене заработать понимаете? да по поводу акции не так совсем теоретически понятно по поводу монеты PayPal я вообще первый раз слышу об этом первый раз? ну ничего страшного смотрите я думаю что вы слышали про криптовалюту в целом да конечно это же везде тут это на всех углах тут это все кукарекают в этом вот конечно то есть есть цифровые активы точно так же компания PayPal создала свой цифровой актив что вы имеете в виду? криптовалюта криптовалюта это есть цифровые активы да то есть это электронная монета электронные деньги скажем так и компания PayPal создала точно так же свою монету для того чтобы во первых поддержать развитие своей компании объясню каким образом чем больше допустим инвесторов неважно мелких крупных средних инвестируют в монету тем соответственно она дороже и соответственно компания PayPal за счет этого за счет дополнительных инвестиций развивается а вы получаете за это свои дивиденды то есть либо же в разнице стоимость понимаете? если говорить другими словами теоретически ну скажу так да потому что мне стыдно сказать нет потому что вы так убедительно это все говорите и мне очень стыдно сказать что я не понимаю ничего ну на самом-то деле в этом нет ну теорию да а так как бы да вот практику не очень смотрите на самом-то деле это не сложно и зарабатывать на этом так же не сложно среди моих клиентов очень много новичков и я вам так скажу что это разные возрастные категории это и от 18 до 20 лет условно говоря это и от 30 до 50 лет это от 70 до 80 лет и я вам так скажу что в любом возрасте я не попадаю ни под какую категорию а вы попадаете? ну я вам о словах говорю вот как вот если отнести там допустим всех клиентов по возрастным категориям то есть в любом случае здесь ничего сложного нет я не до 25 и не после 30 я не туда не сюда ну вы стоите между тогда получается 25 и 30 годами хорошо передничок это точно то есть так как вы являетесь человеком без опыта с вами будет работать индивидуальное сопровождение что это такое? ну это уже хорошо уже все мне это уже понятно уже все уже все понятно ну это естественно индивидуальное сопровождение все я уже все понимаю вы что вот то есть это персональный бюджевой эксперт который будет вас сопровождать уже вообще вопросов нету никаких что надо делать? то есть в любом случае да наша задача в том чтобы вы зарабатывали это самое главное и потому что мы работаем точно так же не бесплатно мы имеем уже свой интерес до 10% от вашей чистой прибыли то есть к примеру вы заработали до 10% от вашей чистой прибыли то есть к примеру если вы заработали там условно 1000 евро оставите их на вывод 900 вы получаете себе а до 100 евро это получается наш интерес как считать справедливо? думаю да но тут у меня есть один вопрос если вы мне позволите да конечно что значит до 10% это от скольки до скольки и от чего это зависит смотрите это от 2 до 10% зависит от того какими активами то есть какими акциями вы торгуете какими криптовалютами вы торгуете понимаете? нет не понимаю как сейчас вы совершите нет ну смотрите есть ну если я понимаю так четкие цифры а вот это от и до как бы мне это непонятно потом от каких-то там активов от чего от как а как я должна рассчитывать и как бы от чего от чего я должна отталкиваться это я не понимаю в любом случае это все прописано вы когда покупаете допустим акцию компании PayPal у вас в личном кабинете указано какая за это будет комиссия то есть минимальная комиссия 2% максимальная комиссия которая может быть это 10% поэтому я опять не понимаю я опять не понимаю я понимаю так если прописано то есть как бы черные буквы по белому бумаге и там написано сколько от чего и как зависит а так как бы ну как это считается я конечно извиняюсь но тут можно трактовать по-разному вы можете сказать сегодня ты мне должна 7,5% а завтра 2% а послезавтра 10% а потом вообще по 9 полгода подряд и скажете ну мы же договорились как бы от 2 до 10 и как а я на что должна рассчитывать это работает не так то есть соответственно к примеру если вы торгуете акциями то здесь фиксированный процент условно 2% я бы хотела акциями но только что значит условно 2% это я вам как пример навожу ну вот а мне бы конкретику какую-нибудь потому что я не очень понимаю конкретику вы получите уже когда будете покупать акцию то есть когда вы будете покупать ну мне бы до этого всего ну зачем мне тогда эту акцию покупать если мне это допустим заведомо это не выгодно допустим одна акция дуру ну допустим будет мне стоить 2% а другая мне будет стоить 10% Ну, это большая разница, ну, в смысле, ну, после, ну, после мне это уже неинтересно. Ну, так же есть одна акция, вы можете заработать 2 евро, а с другой акции вы можете заработать 50 евро. Понимаете? В этом и есть разница. Да. В зависимости от того, с какой акцией вы работаете. Поэтому я не могу точно сказать сейчас. Ну, в таком случае, я тоже знаю, да, допустим, ну, какие-то такие вот элементарные вещи, что если я заработаю, условно, там, от 2 тысяч там чего-нибудь, то я оплачу 2 процента, а если я заработаю от 10 тысяч евро, допустим, то я оплачу 10 процентов, ну, к примеру, да? Смотрите, это зависит от того, с какими акциями вы работаете. Понимаете? Ну, так их же тоже я выбираю или нет? Вы выбираете вместе с биржевым экспертом. Ну, я бы хотела тогда быть что подороже, но тогда что подороже, тогда и дороже платите проценты, тогда, ну, это важные моменты, потому что, ну, смотрите, я буду деньги брать у мужа, и мне нужно будет это все как-то аргументировать. Нет, это, конечно, но мы сейчас не говорим о процентах. Процент вы дополнительно не оплачиваете, процент изымается автоматически при выводе ваших средств. Да, ну, мне хочется знать, сколько процентов я оплачу, ну, до того, как я деньги взяла и купила какие-то акции, то есть, ну, есть там перечень каких-то акций, есть, допустим, вот что-то такое, прайс-лист какой-то, допустим, вот акция такая будет стоить столько процентов и будет приносить столько. Акция такая столько процентов и будет приносить столько. Если бы я действительно владела информацией, вот как вы говорите, инсайдерской, то есть на чем мы завтра сможем заработать 100%, то, конечно, уже каждый бы второй стал миллионером, но мы сейчас с вами не говорим про миллионы. То есть инвестиции – это не то, где вы будете зарабатывать миллионы, инвестиции – это то, к чему вы будете двигаться постепенно. Вот, к примеру, вы рассматриваете для себя изначально инвестиции как дополнительный источник дохода или как основной? Ну, скажем так, я домохозяйка, и, ну, мало ли, так жизнь повернется, я останусь одиночкой, ну, скажем так, безмогу, разведенкой. И мне бы хотелось это все создать тебе пенсию. То есть сейчас в данный момент вы не работаете? Нет, конечно, нет, и я профессионально на хлебнице, я никогда не работала, но вот что-то я начала думать, ну, как бы близится дата к круглой дате, к 30 годам, и я стала задумываться об этом, что есть вещи, конечно, пофундаментальнее, как вы говорите, чем просто сегодняшний день. Поэтому мне бы хотелось инвестировать деньги, мои карманные расходы, и не только, ну, очень надолгосрочно. Ну, на пенсию, хочу себе создать пенсию достойную, на всякий пожарный, пускай она будет. А откуда вы вообще узнали, что вот так вот можно таким вот образом поступить, то есть инвестировать деньги, на этом заработать, и иметь хорошую пенсию? Это вы где-то прочитали, кто-то, возможно, подсказал? Нет, на самом деле так работает... Я знаю, что у меня нидерландское гражданство. Да. Так вот тут это нормальная практика. У вас в Нидерландах. Потому что, например, частные инвестиционные фонды, пенсионные, то есть также работают по такой вот структуре. Нет, нет, в Нидерландах не так. В Нидерландах ты можешь работать наемным работником, рабочим, как это все правильно? Наемным рабочим можешь работать, и работодатель платит за тебя налоги. А если ты хочешь работать сам на себя, как, ну, как это, сам на себя, индивидуальный этот бизнесмен, как он, то ты, у тебя есть два варианта, или же ты вплачиваешь деньги, как бы, налоги ежемесячно и включительно в счет пенсии, или же ты все тратишь, но потом отдельным счетом и отдельно есть программа, которую ты там, скажем, собираешь себе на пенсию. Вот и все. То есть это нормальная практика. Я вас поняла. А сколько вы хотели бы зарабатывать дополнительно? Давайте так. Вот какие у вас ожидания от данной сферы? Ну, тысяч 15 в месяц, не менее, так. Тысяч 15 евро в месяц дополнительно? Да, да, конечно. Ну, нет, не зарабатывать. Вы неправильно меня, наверное, я неправильно выражаюсь. Не зарабатывать, а, ну, пенсию получать, там, тысяч 15 в месяц, 15-17 хотя бы. Я вас поняла. Хорошо. Это хорошая цель, но, опять же, я вас хочу сориентировать на то, что миллионерами мы с нами завтра точно не станем, то есть тысячи процентов зарабатывать точно не станем. Но я всегда ориентирую своих клиентов от 17 до 47 процентов дохода. Я не знаю, вы говорите со мной на инопланетянском языке, что значит миллионером не станем, исходя из какой суммы, исходя из каких процентов, исходя на какой срок. То есть я вот так считаю. Поэтому, как бы, вы говорите со мной, ну, мы, мы, ну, я точно на другом языке говорю. Смотрите, мы сейчас с вами говорим про инвестиции. Инвестиции – это то, что подразумевает под собой какой-то уровень дохода. То есть неважно, это будет среднесрочный, краткосрочный, или, может, долгосрочный. То есть вы рассчитываете на долгий срок. То есть инвестировать в сумму, да, и ее развивать до того, что потом... Не то, что инвестировать один раз. Я прям планирую ежемесячно, прям систематично, регулярно вкладывать, докладывать. Я хочу создать тебе хорошую пенсию, я хочу хорошую базу. 15-17 тысяч евро в месяц – это я так минимум сказала. Конечно, там 1035 хотя бы, ну, так для комфортной жизни, потому что там есть еще и медицина платная и так далее. То есть это улучшенный уход. То есть, ну, я не знаю, что будет со мной завтра и послезавтра, но я бы хотела, ну, подстраховаться так, чтобы было у меня. Поэтому что вы имеете в виду? Мы миллионерами не станем. Подождите, а если я миллион вложу, то что? Как это мы миллионерами не станем? То миллионы, и потом все равно вы обещаете какие-то там доходы еще, правильно? Ну, смотрите, я ориентируюсь на то, что изначально инвестировать большую сумму я вам просто не позволю, так как вы являетесь человеком без опыта. Я бы вам рекомендовала изначально начинать с минимальной суммы инвестиций, то есть тестового формата. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, как это работает, посмотреть на уровень дохода, посмотреть на работу специалиста и уже делать из этого выводы. Тестовый формат на сегодняшний день составляет 100 евро. Для вас, подскажите, это комфортная сумма первоначальной инвестиции? Нет. Нет. Хорошо. А сколько хотели бы инвестировать изначально? Ну, 10 тысяч хотя бы, ну, что такое 100 евро? Ну, в смысле 100 евро и давай начинать строить себе пенсию. Ну, это ни о чем. Ну, смотрите. 100 евро – это тестовый формат. Мы начинаем с вами работать с тестовым форматом. Минимальная сумма инвестиций. Вы работаете неделю-две, смотрите на результат, на уровень дохода. Если все подходит, отлично. Мы будем работать дальше, развивать ваш счет, двигаться к финансовым целям дальше. Если что-то не подойдет, ну что ж, в таком случае вы всегда имеете возможность отказаться, найти для себя, например, нового брокера. Если подходит, вы готовы развивать счет дальше, вам подходят условия нашей компании, уже тогда вы имеете возможность доинвестировать деньги больше, если вы желаете, и зарабатывать больше. Понимаете? Нет. Так, давайте. Дело в том, что у вас слова сильно противоречат друг другу. Вы говорите... Я вам не позволю более 100 евро. Потом вы говорите, я вам рекомендую хотя бы со 100 евро. Потом вы мне якобы выбор даете. Ну, это как бы вещи... Ну, я не понимаю, о чем вы говорите. Если вы мне рекомендуете, то вы меня не обязываете, понимаете? Это разные вещи. Так вас никто не обязывает. Вот. Ну, тогда не надо рекомендовать. Я же сказала, 100 евро, мне это неинтересно. Я хочу создать себе достойную пенсию от 15-17 тысяч в месяц евро минимум. Ну, комфортно это где-то 35, ну, 35 хотя бы в месяц. А вы мне говорите, я вам не позволю от 100 евро больше, и я вам рекомендую. Плюс дальше у вас такие слова проскакивают, как... Вы попробуйте, посмотрите. Попробуйте, посмотрите. Это называется демо-версия. А демо-версия, это, как правило, бесплатная. То есть опять... Вы откуда звоните вообще? Вы из какой страны звоните? Может, у нас просто разный менталитет? Я вам звоню с Великобритании. Ну, может быть, у нас как бы разная культура, разный менталитет, но у нас точно так не делается. И я сильно не понимаю. Я хочу, я говорю, у меня есть много свободных денег, и у меня может быть еще больше. Я хочу на регулярной основе. Мне 27 лет. Скоро 28, к сожалению. Но это не важно. Важно то, что я задумалась о своем будущем. И я хочу просто сконструировать свою пенсию, понимаете, как бы самостоятельно. Если вы мне позволите, я сделаю так, как я хочу. Если вы мне не позволяете, ну, тогда без проблем. Тут в Голландии тоже очень много как бы этих пенсионных фондов, в которых можно там вкладывать ежемесячно, и они там никаких ограничений не ставят. Ну, зачем мне эти... Хорошо, но почему вы тогда не рассматриваете для себя пенсионный фонд? Почему вы не рассматриваете для себя пенсионный фонд? Вы знаете, я не верю страховкам, этих страховым компаниям. Пенсионный фонд это тоже как бы страховые компании гарантируют. Это страховые компании, это вот как бы сегодня есть, завтра нет. И это сегодня один закон, завтра другой. А вот финансы и вот это, ну, это совсем другое направление. Оно не так регулируется жестко. Вот посмотрите, государство сегодня говорит, выйдешь на пенсию в 63 года, а завтра, говорит, в 67. Понимаете, как бы тут нет гарантии. И потом сегодня говорит, ты там вкладывай под столько процентов, а завтра, говорит, вообще, ну, ситуация в мире изменилась, допустим, там, и давай минус 50 процентов там, ты будешь как бы зарабатывать на... Ну, в общем, это ненадежно, абсолютно ненадежно. Поэтому я их не рассматриваю. Финансовое учреждение, ну, на мой взгляд, это более надежно. Ну, смотрите, Марин, здесь важно объяснить то, что мой компания, которая работает официальная, и в первую очередь смотрим на вас, как на клиента, точно так же. Потому что многие клиенты есть, которые относятся к этому как казино, которые открывают сделки, которые просто уничтожают свои депозиции. А мы настроены на то, чтобы вы зарабатывали, потому что мы с этого имеем также свой процент дохода, то есть твой интерес. Поэтому я изначально предлагаю вам... Вот я так, все, я так понимаю. Нет, тестовый формат и демо-формат, они отличаются между собой. Когда вы работаете на демо-формате, вы психологически не осознаете то, что здесь вы зарабатываете. Потому что демо-деньги, которые вам предоставляют, то есть они предоставляются виртуальные, то есть просто нарисованные. Здесь же не так. Здесь вы начинаете работать со своих денег, то есть с минимальных денег, и уже как минимум относитесь к этому более ответственно, вы понимаете, что к чему, какие могут быть последствия, ну и, соответственно, развиваете и ответственно к этому относитесь, не устануя это повторять. После чего, если вам, во-первых, уже базы будет достаточно, ведь мы не просто даем вам возможность заработать, мы точно так же вас и обучаем, и сопровождаем, потому что важно, чтобы наши клиенты понимали, чем они занимаются. В волшебной кнопке «Заработать денег» ее не существует, этому так же нужно уделять внимание. Здесь точно так же нужно выходить на связи с специалистом, для того, чтобы зарабатывать больше. Понимаете? Я не хотела вас перебивать, но, по-моему, нам с вами немножко, во всяком случае, мне с вами немножко не по пути, потому что я не ставлю себе цель работать, там чего-то учиться, где-то кого-то там слушаться или прислушиваться, я просто, у меня другая цель инвестировать и просто создать себе пенсию, вот и все. Я не хочу работать, я не говорила, что я хочу работать, я хочу тратить время, я хочу там, ну, чему-то учиться. Слушайте, я кайфую, я не хочу напрягаться. Я хочу деньги перечислять, ну, опытным профессионалам, и пускай они делают свое дело, пускай каждый делает свое дело. Я буду профессиональной домохозяйкой, скажем так, кто-то будет профессиональным управляющим, и меня это устраивает. А если мне нужно работать, то, ну, нет, это точно нет. Ну, в таком случае я могу вам порекомендовать уже обратиться в банк и заверить своему управлению. То есть, если вы хотите работать именно таким образом. Нет, я не работать хочу, я инвестировать хочу, понимаете. Так инвестиции – это точно так же работа. Не бывает волшебной кнопки «заработать денег». Никто не заработает за вас, понимаете. Ну, вы же хотите какие-то проценты, почему вы не можете работать за меня, почему я не могу вам доверить деньги, перечислять ежемесячно, а вы делаете свою работу, как вы умеете, как бы вы профессионалы своего дела, и все, а я, как бы, я что, я кто? Я никто, понимаете, в финансах я вообще никто. То есть, ну, зачем мне, ну, лезть попереди паровоза, и зачем мне это все? Зачем мне становиться шумиатистом, когда, ну, это вообще не мое, я вообще художник, понимаете, ну, финансы и цифры – это вообще не мое. То есть, ну, я могу, я могу другое что-то делать, а финансы, ну, я вообще в этом не понимаю ничего. Ну, зачем мне это все? Мне это не надо, я просто хочу денежку ежемесячно, еженедельно перечислять просто, чтобы там оно, ну, как бы, мой пенсионный, пенсионный фонд вот этот вот накапливался, и все. Отлично. В таком случае могу вам предложить приступить. Это формат работы, а уже со своим дружим экспертам обсудить дальнейшую плану действий, то есть точно так же обсуждать доверительное управление. Экспертов я боюсь, потому что я боюсь, ну, я боюсь, они такие специфические, они, у них такой язык специфический, я боюсь, я не пойму, о чем мне говорят. Видите, как мы с вами вроде как общаемся, и вроде как две женщины, и вроде как на одном языке, а вот не понимаем чуть-чуть друг друга, правильно? А тут эксперт, я не знаю. Но, смотрите, вы же сами себе сейчас противоречите, потому что вы говорите, что вы хотите, чтобы с вашими деньгами работал профессионал. Да, но эксперт вообще со мной говорит, о чем со мной, я же, я ноль в этом, я просто ноль, я ничего не понимаю. Для этого я же и говорю, что... Да, деньги вроде как есть, а вот что делать с ними, я не знаю, я не понимаю. Сейчас эксперт начнет мне там на всяких этих терминологиях говорить, а я что, а я никто, я не понимаю. Так, помимо того, что он будет с вами разговаривать, он также будет вас и обучать. Это тоже очень хорошо. Зачем мне это? У меня другой склад ума, я не могу финансами, я не обучаемо финансами. Мой муж, да, а я нет. Понимаете? Ну, в таком случае, другого предложения у меня по мне. Ну, у меня... Ну, ладно. Ну, хорошо, тогда придется что-нибудь другое думать и там это искать, куда вложить денежку. Договорились. То есть, я желаю вам свое предложение, по которому мы работаем, и как можно в целом развивать свой счет, если вам это не подходит, ну, в таком случае, вы можете обратиться в банк, примерно. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Всех ценителей потрепать нервы мошенников приветствую. У меня есть такая идея на один эксперимент. Давайте все дружненько вместе соберем 5000 лайков хотя бы под это видео, под это аудио, вернее, и я покажу свое настоящее лицо. Сделаем какой-то крутой эксперимент, может быть, даже придумаем все вместе сюжет, кем мне представиться и кем мне быть. Я думаю, что будет интересно. Кому кто за, ставьте лайки, ну, дизлайки тоже можем посчитать. Поехали! Господа мошенники, можете тоже, кстати, присоединиться к нашему эксперименту. Как говорится, будете знать госпожу в лицо. Бажитесь, твой бажа, бажа, божа, бажа, 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 бажа. Продолжение следует...